Я страшно не люблю отупевших и любознательных людей, для которых все, выходящее из тесного круга их профессиональных интересов, тупо, мертво и не нужно. И поэтому слушать около двух часов хорошо продуманный, небездоказательный рассказ о том, что если бы местное мясо перевезти на гамбургскую биржу, то было бы известное колебание цен, я не мог. Поэтому-то я и встал, и вместо задуманных двенадцати часов, которые свободно можно было растянуть до двух, ушел в восемь часов вечера полный презрения к этому черствому, мучительно спокойному человеку, которого слепой случай и ничто другое натолкнул сделаться отцом Нины. Отправляясь к Улитиным, я обычно распределял время так. Разговор в передней, полушепотом с Ниной о том, как ловким движением проскользнуть из столовой в ее комнату. Разговор за чаем с папой о поднятии нефтяной промышленности в Гренландии. И легкое припоминание папы вчерашних биржевых цен. Вынужденный спор о том, нужно ли уходить домой после чая сразу или оставаться. И мамин рассказ о разбитой сегодня миске и об общем огрублении прислуги. И все же, несмотря на такое явное несправедливое распределение моего рабочего времени у Улитиных, в рубрику пребывания с Ниной вдвоем я мог вставить свободно два или три часа, изредка прерываемых приходом дорогого папы с рассказом о том, что узкоколение и дороги, видимо, переживают сильный кризис, и что его знакомый инженер совершенно тождественного с ним мнения. Иногда предполагаемый распорядок круто менялся. И вместо того, чтобы отпустить нас с Ниной отдышаться от очередного рассказа о неудачных операциях Сибирского банка, папа садился поудобнее в кресло и читал нам вслух, сопровождая ценными и небезызвестной насмешливости замечаниями отчет местного общества борьбы с богурчаткой. Нина с трагической улыбкой кивала в такт чтецу головой и бессильно смахивала крупные набегающие слезы. Я же смотрел в окно на заснувшего извозчика с таким бешеным вниманием, как будто бы и он, и его лошадь были теми только что найденными существами, с которыми я хотел навеки соединить свою одинокую, полную разочарование, жизнь. Я понимал, что дальше идти уже было некуда. Оставалось только одно, чтобы Нина совсем уходила из дома, заметив мое приближение, а я сам бы настолько увлекся прелестями доброго папы как рассказчика и популяризатора экономических доктрин, что тут же, очертя голову, сделал бы ему предложение. «Поэтому-то я и пошел к Лухину». «Видишь ли», – задумчиво произнес Лухит, «я, собственно, не знаю, чем я тебе здесь могу быть полезен. Если ты хочешь предложить убрать этого человека, то я, наверное, не согласился бы. Ты ведь прекрасно знаешь, что моим очередным делам и литературным связям сильно бы помешала бессрочная каторга. Да и не меньше помешала бы и заранее обусловленная сроком, если бы я просто поджег дом у Литиных и заставил бы старика пережить настолько сильное ощущение, чтобы он или онемел, или просто настолько обгорел, что твои взаимоотношения с ним свелись бы исключительно к переговорам с бюро похоронных процессий. «Делай, что знаешь», – уныло простонал я. «Только пойдем со мной к Улитиным. Я хоть один вечер поговорю с Ниной, а ты в то время будешь говорить с папой. Говори, о чем хочешь. Захвати сборник тригонометрических задач на конкурс. Заучи наизусть несколько технических названий. Только займи ты этого зверя. Наговори обо мне кучу лесных вещей, и я тебя озолочу». «Ну, а золотит, пожалуй, мне все равно», – равнодушно заметил Лухин. «Только как же мне тебя расхваливать?» «Ну, как, как? Ну, не знаю. Ну, конечно, не настаивай на том, что я могу приподнять одной рукой восемь пудов, или что из меня мог бы выйти превосходный станционный жандарм, или что в моем лице русские фальшивомонетчики потеряли достойного теоретика. Что хочешь, говори, только будь громаотвода». Лухину, по-видимому, сильно понравилась эта незатейливая роль. И он скоро согласился. «Идем. Буду. Весь заряд электричества приму сюда». И он показал на то место между грудью и желудком, куда, по его мнению, всякий добросовестный громаотвод прячет получаемое им электричество. «Когда же мы проходили мимо одного знакомого ресторана по пути к Кулитиным, Лухин вдруг толкнул меня в плечо и подмигнул на вход. Ну, как это говорится, громаотвод плавать любит? «Ну, вообще-то я в первый раз скромно возразил я слышу о таких свойствах этого незатейливого прибора. Ну, если уж тебе очень хочется, то зайдем». Плавал громаотвод с искусством опытнейшего спортсмена до десяти часов вечера. В начале одиннадцатого, когда папа уже собирался начать очередной вечерний рассказ о том, что он видел сегодня во время послеобеденного сна, мы пошли к Кулитиным. Только что представленный Лухин сразу почувствовал себя душой общества и человеком, находящимся в дружеском семейном кругу. А-а-а, папа, знаменитый папа, весело закричал он, игриво похлопав у Литтина по животу, веселый рассказчик, ну-ка, ну-ка, а расскажите-ка нам об аргентинском экспорте сала. Ну, не знаете? Здорово! И весело икнув от неприлично застрявшей в горле ресторанной осетрины, Лухин продолжал смотреть на моего смущенного врага с доброй, но слегка вызывающей улыбкой. А Миша-то, а, Миша-а, и он толкнул меня пальцем, все рассказывал о вас. Сядет, бывало, говорит за стол и рассказывает. Часа три битых, говорит, и политика, и молитика, и история к история. У меня беспомощно опустились руки. Папа Улитин сумрачно рассматривал обои, мало поддаваясь жизнерадостному настроению Лухина. Почувствовав себя окончательно хозяином положения, тот шагнул, прибегая к поддержке незатейливой влитинской мебели, и обратился к Нине. Вот, она богиня моего друга. Чай хочется пойти, поварковать друг с другом, обняться, поцеловаться, сладким словом обмолвиться. Папа смотрит, небось, на нас и думает, посидели бы вы здесь, старые дураки, поговорили бы с друг с другом, а мы бы уж нашли, что делать, старые вы, мол, идиоты. Извини, десухо произнес обескораженный папа, но мне почему-то кажется, да чего уж там, кажется, весело махнул рукой Лухин, а чего же кажется, старые мы с вами для них, никудышние ослы. Мне думается, что ты немного, попробовав я робко втереться в лухинский монолог, что ты немного, ну что ты, что я, что мы, презрительно ласково кинул Лухин, тоже мне, нюня. Другой бы взял девушку за руку, отвел бы в комнату, переговорил бы, что надо, а ты тут стоишь, Олухом, тоже мне жених. Идите, и мы уж тут с папашкой займемся. Виноват, холодно произнес Улитин. Это кто здесь папашка? Кто жених? Как кто папашка фыркнул затрясять от смеха Лухин? Да разве кто сомневался? Или был грешок? И он весело кивнул на одинокую маму, застрявшую в портьере. Это что ж здесь такое? Вдруг сорвался смесь на папу. Это вы кого же привели сюда? Сам пришел, деловито заметил Лухин. Дай, думаю, выручу приятеля. Сам бывал в таких положениях. Придешь, бывало, папочка с мамочкой слова сказать не дадут. Лухин, жалобно простонал я, Лухин. Ну что, Лухин, Лухин. Огрызнулся Лухин и вдруг, взглянув на меня с непонятным чувством возмущения, обратился к Нине. То есть это я вам скажу. Черт знает что. Стоит, слюни распустил, в кабаке душа нараспашку. Чуть что, стаканы бить. Женщина из его комнаты не выходит. А здесь, распустился, стоит тюря такая. Ниночка густо покраснела и, упав на стул, заплакала горячо и надолго. Папа потянулся к звонку. Когда же мы вышли, отнесясь презрительно к устаревшему институту прощания, Лухин уже на улице, вдруг обнил меня в приливе какого-то радостного сознания, хорошо сделанного дела и засмеявшись спросил. А, ну, видел, как надо держаться с этими людьми? Сознайся сам, будет он теперь с тобой разговаривать по три часа подряд. Не будет, глухо подтвердил я, чувствуя Лухинскую правоту. Теперь точно не будет то-то. А ты, громад, вот, громад, вот, весело проговорил Лухин. Вот, брат, как надо дела делать. Да ты, кажется, сердишься. Хе-хе-хе. Вот, чудак.